Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание под номером 926. Нас просят найти все целые значения х, при которых верно неравенство. И три неравенства. Для начала вспомним, какие числа называются целыми. Итак, к целым числам относятся все натуральные числа, противоположные числа натуральным и 0. Итак, у нас с вами по цифре 1 двойное неравенство. Прочитаем его. Нам нужно найти такие числа, которые были бы больше или равны минус 5,6, но меньше либо равны 2. При этом известно, что эти числа целые. Вы изучали, что целые числа обозначаются буквой Z большой английской. и можно записать так. Х принадлежит множеству целых чисел. Как вам удобнее. Итак, числа целые, которые больше или равны минус 5,6, но меньше либо равны 2. Для отрицательных чисел мы знаем с вами, как их сравнивать. Чем больше модуль отрицательного числа, тем это число меньше. Поэтому ближайшее число, отрицательное, которое будет больше, чем минус 5,6, это минус 5. У минус 5 модуль 5, у минус 5,6 модуль 5,6. 5 меньше, чем 5,6, значит число минус 5 будет больше, чем минус 5,6. И это целое число. Следующее число минус 4, которое удовлетворяет данным условиям. Минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1. И теперь вопрос. Будет ли 2 тоже решением этого неравенства? Мы смотрим на знак неравенства. Знак неравенства меньше или равно. 2 число целое, поэтому оно нам подходит под условие. И можно, чтобы значение х было равно 2. Значит число 2 является решением данного неравенства. По цифре 2 мы ищем такие значения х, которые были бы больше или равны минус 0,61, но меньше, строго меньше 4. И мы с вами ищем целые числа. Итак, число ближайшее к минус 0,61, и при этом целое это будет число 0. 0, потому что наибольшее отрицательное число, которое находится рядом с числом минус 0,61, это минус 1. Но модуль у минус 1 больше, чем модуль у числа минус 0,61. Значит число минус 1 меньше, чем число минус 0,61. А нам нужно такое число, которое было бы больше или равно минус 0,61. Значит минус 1 нам не подходит. Итак, 0. Следующее число, которое является решением данного неравенства. 1, 2, 3. И теперь вопрос. 4 будет ли являться решением данного неравенства? И ответ нет, потому что у нас строгое неравенство. Наше значение х строго меньше 4. Поэтому только эти 4 числа нам с вами подходят. 3. Модуль числа х меньше либо равен 0. Таких чисел одно единственное. Это число 0. Поскольку модуль это не отрицательное число. А меньше 0 у нас числа только отрицательные. То ответ может быть только 1. Поскольку неравенство не строгое. И модуль может быть равен 0. То только ответ 0 нам подходит. Давайте запишем так. Х равно 0. Все. Вот мы и справились с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...